Серия пенальти и для профессионалов это всегда стресс, а для юных футболистов особенно. Но именно 11-метровыми ударами пришлось выявлять победителя городского этапа кожаного мяча в средней возрастной группе. Сильнее оказались ребята из советского района благодаря тренерскому решению. Он решил поставить на серию пенальти ворота полевого игрока, который стал автором единственного отбитого удара. Теперь они будут защищать честь города на областном этапе. Мы начинаем готовиться, отдыхать. Для празднования времени нет. Надо решиться. Мы пристроим Самару, а Самара это сильный футбол. Это самый такой город футбольный, и мы не должны опустить ниже за юных мест. Кожаный мяч – один из старейших турниров в стране. Проводятся соревнования для любительских команд еще с 60-х годов прошлого века. Именно здесь себя могут проявить ребята, которые не занимаются профессионально, и привлечь внимание тренеров к своим умениям. Есть вот такие соревнования для любительских команд, для школьных, которые созданы при подростковых клубах, в которых также могут оказаться талантливые ребята, способные, и которые могут в дальнейшем уже участвовать и в более крупных соревнованиях. В этом году турнир стартовал в апреле. В городе, по традиции, сначала провели отборочные районные соревнования в трех возрастных группах. Победители разыграли между собой звание лучших в городе и путевки на областной этап, который состоится в июне. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.